Дель других, Заротов, в ресторане сидели. Так, мы продолжаем наш разговор. Тема у нас была какая, кто помнит? Значит, нужное легко, это дается легко, ненужное всегда сложно. И к вопросу вот мы сидели, да, Сергей Илановский тогда, помню, я тебе сказал, он говорит, почему так вот по жизни, с теми, с кем мы, наша жизнь связана в области спорта, она легко. То есть мы как бы находим контакты. А с теми, с кем мы учились, нет, а ты что-то хотел сказать вот про это. А, ну, или уже не нужно. Ну, я умалю. Ты учащишься к чаю, да? Ну, это не нужно. Нет, это не то, что в области спорта, а то, что мы общались в области общих интересов, которые давали нам положительные эмоции. Ну, смотри, наше общение, оно легко. Я не говорю, ну, то есть... Нет, только на камеру это не буду говорить. То есть, ну, как бы вот, ну, то, что вот с вами, то, что... Мы прошли ее... Ну, вот так. Вода и медные трубы, грубо говоря, вот, ну... Большой ручкой. Да. Вместе испытывая положительные эмоции. Ну, я с Владом не учился. Правильно? Вместе. Ну, ну... А интерес общий. Да, на интерес общий, да. На основе физкультурно-спортивной деятельности, мы говорим, людей больше связывает, вот, допустим, нас чем... Вот, допустим, с твоими... Вот у тебя с одноклассниками такое же тесное сотрудничество? С какими? Ну, нет у меня... Ну, у меня с Ромой Крючковым нету контакта. Или с Ваней Дворяткиным. Где Ваня-то? Ну, что-то там с ним не очень хорошо. Да. Ну, вот. Ладно. Бог с ним. Давайте с... Адекватность. 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 Хороший слово, да. Хороший, но... Слишком сложный. Слишком сложный. Значит, если... Вот опять адекватность понимания необходимого. Понимаешь? Вот на самом деле, вот мы иногда порой, мне кажется, не совсем осознаем себе и даем себе отчет, что нам необходимо, а что нам не нужно. Зачастую мы делаем столько действий, которые абсолютно не нужны. Затрачиваем... Это только задним числом. Кучу. Ты можешь это понимать. Конечно. И вот это и есть та вероятность, про которую я тебе говорил. Что? Задним числом мы бы все знали, но передним мы не знаем. Вот это и есть. Человек вероятностно слеп. Он не знает, что произойдет. Как я говорил, все хотят быть чубайсами. Почему? Желаемость неизбежна, мне вот понравилась очень. Нет, я сейчас... Если это правильно дофразировать, вы поймете, что человек имеет больше шансов запутаться при выборе. Ну и что? А то, что это играет большую роль. А думают, что не играет. Играет. То есть, это надо учитывать во многих вещах. То есть, вот если, допустим, берем, все начинают молиться, допустим, на топ-50 компаний в США. А статистика показывает, что в них процентов 10. Может быть, просто на шару попавших туда. Допустим, компания Coca-Cola, это та компания, которая сделала больше всего ошибок вообще в бизнесе, которые можно было придумать. Но из-за того, что ей просто повезло быть одной из первых кольных напитков. То есть, ну и смысл получается, допустим, когда вам банковский сотрудник говорит, у нас 100% гарантия. Но это такого не бывает. А бывает 99,7, они говорят. А это знаете, что значит? Значит, из тысячи человек 30 будет? Наеба. Абанда. Да. А это уже большое число. А если миллионный город или миллион, то получается уже 30 и еще три нуля. 30 тысяч человек могут быть, понимаете, вероятность. И тут уже задумаешься. Но эти финансисты сидят и думают, что это железобетонно. И на этом устроено и вам подбивают. То есть, вот это. А потом, оказывается, извините, не получилось, откуда берутся какие-то кризисы. Нет, ну а как получилось? Ты же преподаватель, ты преподаватель, ты преподаватель. Пришло 100 человек, сколько до черного пояса или до мастера дойдет? Сколько там, ну, выполнят? Ну, нам-то ближе эта тема там. Да, нет, но я просто к тому, что... Экономическая, но опять... Но не то, что экономическая, я просто к тому. И тут человек, человек вот подсознательно, не то, что он правильно оценивает, он вообще все неправильно оценит вероятное подсхождение, там, не знаю, если говорят медсестра, они статистически говорят, что она блондинка. Но вероятно, что она будет блондинкой, это очень другая, а не то, что там 70%. Все говорят, ну, как бы, какие-то свои сексуальные предпочтения. А ты знаешь, что оценивать это типа ожидание, да? Да, да. Это ожидание, да. Через завышенные ожидания... Да, да. Они... Ну, вот тут и стоит вопрос, как бы, что вот... Вот, извини, опять перевью, то есть, вот, допустим, ожидание стать Чубайсом, сейчас настолько велики, а статистика говорит, это вероятно, что поиграть в русскую рулетку. Если вы в русскую рулетку будете стрелять себе в голову, у вас больше шансов выжить, чем стать Чубайсом, понимаешь, да? То есть, тебя раздавят и в 90-х расстреляли бы. Нет, а зачем Чубайсом становиться? Зачем? Нет, я не... Я согласен, это тебе не нужно. Зачем-то становиться? И ты будешь счастлив, только если ты сам... Не об этом разговор, я к тому, что есть такой самообман. То, что ты правильно говоришь, это другое. А то, что люди готовы самообманываться, даже рисковать... Это как окно. Оно может быть мутное, и ты видишь, как бы, ситуацию... Нет, я с тобой согласен, я не про это. Это вдруг было переосмыслено и вынесено, даже на какую-то теорию просто вынесено. Потому что с этим, с обоснованием, почему часто бывают какие-то проблемы, у экономистов есть. Но и не то, что это, как бы, я подвожу. Я подвожу, что это в нашей жизни есть реально. Люди даже в простых ситуациях не понимают реальность происхождения событий, сидят и думают о чем-то таком. Вот Ваня тоже вам так говорил, вот здесь сидел. Вот люди. Блин, а сейчас вот такое время наступает, что какие люди? Ну, надо говорить о себе. Ну, вот если совещание было, я вот за всю молодежь. Я говорю, за какую вы молодежь? Ну, вот, в общем. А результат требует конкретный. Говорят, в общем, а результат должен быть конкретный. Тогда вы говорите, такой-то, такой-то, там-то, там-то, и такая-то, такая-то у него, ну, и тогда все проясняется, как бы вот. И Роман тоже говорит, в общем, говорит, все должно быть легко. Да должно быть легко. Вот я дрова там это сейчас колол, и мне, в принципе, легко. Потому что я научился, я знаю, куда ударить, как они, знаю, как голову вернуть. Если доска сухая, она так это пружинит очень хорошо. Но если ты не знаешь, ну, сколько мне их пришлось долбить. А, тогда получается, смотри, тогда получается, что? Ну, говорим о каждой своем. Нет, ну, почему о своем? Да нет, это... Вот смотри, ну, опять-таки, как это, если нужно, да? Вот мы берем разные, не в общем, а вот конкретно. Мы берем понятие, я хочу кушать. Значит, мне для этого нужно или необходимо что? Купить. Купить. Купить, купить. Или вырастить хлеб. Что для этого я должен сделать? Я должен получить некоторые знания для того, чтобы суметь поработать на это. Вырастить хлеб, ну, технологию, да, вот этого хлеба. Плюс я должен такие, такие, такие. Знания иметь. Знания, вот как ты говоришь про дрова. Как только ты понимаешь, что необходимость, нужны дрова, чтобы топить, имеешь необходимые знания для того, чтобы нарубить дрова, то тебе это дастся легко. Правильно. Но у тебя могут быть знания там какие-то по электрике, но нету навыка. И тебе не очень легко это дастся. То есть, знания, вот этот вот путь, а ты просто знаешь и умеешь, это очень большое. Ты знаешь, как броски там делаются, но ты можешь их не уметь применять. Но ты знаешь, тебе показали. Но если тебе это будет абсолютно необходимо, абсолютно необходимо, потому что зачастую бывает много вещей, которые нам необходимы, но мы можем переложить эту необходимость на других. Допустим, мне необходимо... Это здорово. Что-то... Да. Осознанно необходимость, которому ты хочешь сказать. Вот, допустим, пример приведу, тот же, что касается Кадакан-Дзюдо, допустим, Дегора Кан. У него стал вопрос, помню, когда вот в книжках написана там история. Стал вопрос. Стал. Ширёк стал. Сейчас так называется. У него стал вопрос, когда было... Я там ноги передёргиваю. Матчевая встреча между школами дзюдзюцу какими-то, чтобы понять, кому отдать контракт в полицейском управлении, чтобы такое было, Япония, Токио. Он, недолго думая, кому он... Он понимал, что его воспитанники не готовы сразиться вот с теми, с теми, с теми. Ну, якобы вот такая история была. И он кого вызывает? Он вызывает подготовленного мастера, с которым он когда-то встречался в какой-то школе дзюдзюцу. Это вот это гений дзюдо про него уже, вот этот фильм. Он его находит и говорит, слушай, ты хорошо подготовил, мне нужно, чтобы ты пошёл и выступил вот на этом турнире. Скажешь, что дзюдо. Всё. Он пошёл, всех разорвал. Его спросили, из какого клуба, он сказал. Кадакан-Дзюдо. Контракт туда. То есть, опять-таки, видишь как? Кана нужно было. Для него это было легко. Он взял легионера, он добился максимального результата вообще. И, в принципе, и для этого легионера легко было выиграть всех. Он не напрягся. Он получил свои плюсы. Ну, а дзюдо это помогло вот так глобально? Да. А может и нет. Подожди. А вот тут у меня стоит вопрос. Вот такими подачками тогда можно передёрнуть в любую сторону, да, Лёш? Тогда можно заняться не этим, а при каждой школе дзюдо сделать какую-нибудь бордель или что-то ещё. Потому что тоже будет выгодно. Это было выгодно. Ну, я как бы как мысль просто провожу. То есть, получается, это передёргивание сильно помогло или нет? А может быть и нет. А когда размышления о Паралимпийские игры нужно ли или нет, это та же самая история. Он начал идти и в Олимпийские игры. А привело ли к этому? Ката много ли занимается людей? Понимаешь, в чём вопрос? Вот я читал, допустим, про Олимпийские игры, вот тебе хочу сказать, вот Кубертен, его идея была, почему? А ему это легко давалось. Потому что ему на самом деле легко давалось. Пьер. Пьер. И Кубертен, да. Почему легко давалось? Титул по наследству перешёл. Благополучие финансовое по наследству перешло. Ну, надо сохранить ещё тоже это. Так вот, в итоге, создав вот это всё, он оказался у разбитого корыта. По сути. Кто? Кубертен с Олимпийскими играми. Он оказался у разбитого корыта. Какое? Корыта, потому что они оказались никому не нужными в начале 30-х годов. И только немцы спасли Олимпийские игры. Да, только нацистская Германия спасла Олимпийские игры, которые, в принципе, купили права на проведение всех пожизненно Олимпийских игр. Ну, а потом? Ну, а потом, в результате проигрыша, в результате проигрыша Второй мировой войны, нацистская Германия, соответственно, как из-за договора, утратил силу. Вот, и всё. Слушай, а тогда это мы спасли Олимпийские игры, по большому счёту? Как-то это замалчивается история. Нет, ты можешь перетягивать одеяло куда угодно. Почему перетягивание? Это как бы нормально. Почему мы подарили миру Олимпийские игры? Я понял. Почему ты опять говоришь, мы? Кто мы конкретно? Да мой дед форсировал Днепр. Ну, так скажи, вот твой дед форсировал Днепр. Форсировал Днепр. Он подарил. Олимпийские игры всё уберут. Да. Прервав контракт. Да. И сказал, берите, люди добрые, то, что принадлежит всему миру, а не фашистам. Что нет? Ну, славой надо делиться. Ну, не то, что славой, а как бы воздухом вы имеете в виду. Ну, смотри, на самом деле, вот ты вот говоришь, вот Великая Отечественная война, да? Да. Она трудна была для советского народа. Вторая мировая война трудна была для всего мира. Трудна была. Ну. Потому что. И сложно была. Почему? Потому что она была не нужна. По сути, она была не нужна. Вот не будем говорить. Но. Для кого она была легка? Хочете, я скажу, для кого она была легка? Для тем, кто за ним зарабатывал деньги на этой войне. На тех предприятиях, которые у нас будут хотели. Я думаю, я вообще пас, вот это я не буду обсуждать, потому что. Ну, что. Я. Эта тема настолько сложная с позиции того, что. Ну, нет. Я ему говорю. Люди шли за советскую родину. И я, честно говоря, думаю, что им это было настолько важно сделать, как правильно, что лучше это не обсуждать, легка-нелегка. Вы представьтесь, что человек просто... Им это было нужно, поэтому для них это было легко. Или им это было тяжело, поэтому для них это было трудно. Давайте представим, Рома, если ты собираешься в атаку, есть вероятность, что ты просто не будешь жить. Мне кажется, это вообще... Я думаю, что это вообще не нужно обсуждать. Да, это не нужно обсуждать. А у меня это некорректно. Это вообще некорректно. Я не обсуж... А почему мы боимся каких-то тем обсуждать? Я не понимаю. Почему некорректно что-то обсуждать? Потому что... Наши словоблудия лишние совершенно. Почему? Да по кочаному, Ром. Потому что ты не взвешиваешь, сидишь и просто, как любой блогер, обсуждает все. Это история. Это история. А история, почему нельзя в истории, ну, допустим, ну что-то... Ты не подготовлен к обсуждению истории. У тебя нет ни навыков. Подзывы еще можно говорить, а здесь детский сад будет. Почему? Мы знаем какие-то факты из истории. Вот ты сейчас хочешь опять какую-то... А, ты хочешь сказать, что это нам не нужно сегодня. Поэтому для нас это может составить трудность. Сложность. Нет, ты можешь же свою мысль высказать. Я не хочу вот на эту тему обсуждать сегодня. Мне кажется, это лишнее, да. Сегодня, допустим. Я не готов. И это здорово. И соревнования, допустим. Ты тренер говорит, иди. И мы же тоже знаем, что маркетинг, он рулит уже там везде. А скажите, скажите. Я сейчас скажу. Да подождите. На соревнования человек почему идет? Да не уйдет он. Вот боксер. И можно и загубить ему карьеру, как если тренер. Если тренер нормальный, то он его проведет там. Десять боев, девять нокаутов. Но если парня взять и выставлять против заведомо сильного. Раз выставить. Два. Три. У него психика сломалась. Все. Он... Поэтому подбирает слабый, 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 сильный. Слабый, 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 сильный. Но чтобы не загубить. Это грамотный тренер. А не грамотный тренер. Что он сделает? Придет там ребенка. Ну, в секцию привели. И ставит в спарринге, допустим. Ну, не будем. Крате. Ну, в спарринге. С более старшим. И тот его шмяк, 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 шмяк. И что? И какой-то педагогический эффект. Знаете, в сто раз уже все это обсуждали. Вот я первый новичок у вас. Была такая простая классическая книга. Морской волк. Там это все объедено до косточек и расписано. Помните сюжет? Рассказывай. Там сюжет следующий. Писатель, который сидел, был таким модным в Нью-Йорке в начале века, 1900-х годах. Это Джек Лондон. То есть это у них пиететика. Он даже под конец коммунистом был. Или киетченко подобное. То есть там получается так. Сидит писатель, который все может обсудить. Он великолепен. Вот. Словоблудим. Но с реальной жизнью он не связан. Он сидит в кабинете и все пишет красиво и модно. И он модный писатель. И он переплывает в Нью-Йорке какой-то залив. И туманище сидит. Говорит фразу. Говорит, что там? Как красиво здесь в тумане. Пи-би-корабли бибикают. А ему матрос говорит. Да не все, ладно, бля. Извиняюсь за выражение. Держись лучше. Происходит кораблекрушение. Корабль распарывает. И он падает в воду. Так вот просто. Из-за простой жизни. И подбирает его морской волк. Это китобои, которые подобрали его. И сказали. Дружище. Он такой. Я. Вы меня спасли. Двести баксов вставляете на берегу. Такой. Смотри. У нас там стая. Надо пилить дальше. И так. Слушай. Он говорит. Да и вот что? Он говорит. А там волки такие, которые вот таким кулаком. И он попадает в такую среду, в которой этого щенка, приделайте туда, будет на камбузе убираться. То есть у него сразу разбито все. Он при первой же качке разбил все зубы. Сломал ребро. То есть его в сивку. То есть там такая дисциплина. Что-то не то. Прям вторец просто. Знаешь. То есть вот ты говоришь. Все. Просто. Он ходит весь перебинтованный. Но удивительно еще выживает. Потому что там такие зубры, которые. Ну там просто все так показано. И только у них капитан, который такой же матерый. Который постоянно. То есть там полна своеобразной. Но образованные. Да. Но своеобразное рассуждение. Про вот это первичное начало сбора научного. Да. То есть научного какого-то. Он рассуждает о вот этих ображениях, заквасках, из которых ждать человека. Он говорит. Тебе будут здесь офигенным. Типа станешь. Но так он не говорит прям. А вот раз в три недели покуришь с ним трубку. Когда тут уже опор. Он его подпитывает. Нет. Он его уничтожает. Говорит. Ты говно. Сидит. Ну просто из тебя. Сейчас посмотрим, как ты будешь вариться. Какая-то закваска. Он проводит на нем эксперимент. Ну это хорошо. Да. И все бригады, которые там, они бьют котиков с утра до вечера. И все это очень тяжелая работа. То есть они все настолько... Но они монстры. Они огрубевшие такие мужики, которые... Он попал в другую среду. Ты что хочешь сказать? Нет, послушай, да. То есть и в этой среде вот этих всех рассуждений не нужно, не нужно. Все это проводится со всеми Ницше, потому что там он становится кремнем вообще. Судно попадает просто еще, почитайте, просто интересно, в кораблекрушение. Подожди, Олег, я тебе извини. Ты сейчас пересказываешь весь рассказ этого Джека Да, это интересный рассказ, да. Скажи мне, к чему ты это? Все эти рассуждения... Какие обсуждения? Да вот таких рассуждений, ненужности, ненужности, они все уже присутствуют в сто раз в литературе. В общем, я вот иногда теряюсь, почему так происходит вот это обсуждение даже. Да все присутствовало. Допустим. Оно как присутствовало? Оно расписано уже до понимания. Там и как бы... Это твоего понимания. Ага. Ну, почитайте Джек Лондон, да там это много, мне кажется, проснет. Хорошо, это присутствовало. Ну, давай... Это не значит, что если это присутствовало, мы не можем об этом поговорить. Я чуть сбился и не понимаю, да. Мы не можем об этом говорить или нет? Или ты хочешь сказать, что если это все присутствовало, то мы не можем об этом говорить? Можем, извини, пожалуйста. Налите чайку, пересохлого агата. Провемся, наверное. Да, попаримся и извиняюсь, потому что я приехал в паре с вами, а болтовней заниматься, да? Да. Я не знал, что будет видеосъемка, если честно. И чего? Нет, ничего просто. Ну, ты не готов? Нет, Олег, я тебе расскажу про ситуацию. Я буду готов, что это будет все выложено. А в армии-то кто служил? Мы всем лейтенантам. Сейчас расскажем. Не кто лейтенанты? Давай расскажи. Домашний. Да, домашний военный сбор. Вот сейчас. Ну, паркетный, да? Лейтенанты, здорово. ВДВ. О-о-о-о. Я был на сборе. Ты не был на сборе. Я сквозь вас был на сборе. А вы вообще сосунки. Видишь, как он на сцене. А, что? Я был в этой самой, в этой, в этой полигон. Фотографировался. Резарский дверь. Кстати, фотографии есть. Мы там. Вообще ретро-форма. Вопрос заключается, знаешь, вот иногда бывает у меня тоже, ну, опять, вот можем ли мы это обсуждать, не можем. Я хочу, так сказать, допустим, обсуждать. Есть такая, значит, есть такая, ну, некое выражение. Допустим, мужчина, который не был в армии, значит, он, как бы, не мужчина. Шойгу. Не считается мужчиной. Но, смотрите, я не согласен, как бы, с этим. У каждого, как бы, есть своя определенная роль и свой определенный уклад жизни. Это лучше. Не все те, кто служил в армии, достаточно, можно сказать, что они мужчины. И также не все те, кто не служил в армии, можно сказать, что они мужчины. Или кто служил. Или кто писатель, или кто не писатель. Или кто блогер, или кто не блогер. А ты уже мысль мою продолжил, то есть додумал за меня. А ты не служил? В Киеве. Бисарем. Вот, я не про это, как бы. Вот, попадает в среду. И у него два пути, правильно? Или в шлак превратиться, или в сталь Ну, как в печке Вот и все А здесь как бы выбор стоит Мне понравилось, Влад сказал Когда он попал, я перед тем, как идти служить Я думал, что в армии нужна сила Я готовился физически, так сказать Я пришел в армию, а там оказалось, что сила Она не 90% Она нужна, но не в той степени Нет, нужна Но есть еще другая сила Это интеллект Да, или ум Который наоборот Пробивается в этом морском волке А потом, когда он уже вышел И оттуда, и оттуда Ум сам себя заморачивает Да, понимаешь? Много знаешь Хуже спишь Ты что, самый умный? Помнишь, Влад, как мы с тобой познакомились Когда ты пришел в клуб И я тебе начал А, ты кто-то сильный? А, нет, я очень сильный Я пришел такой Блин, ну типа давай бороться Мне не получается Блин, это так Ты кто такой-то? Я здесь тренером работаю Тьфу на тебя Увидеть меня захотелось Я здесь тренер Да, извините Не, ну не то, что извините Как бы он понимал Потому что я же пришел по его правилам бороться Ну, как бы Ну, понятно А что понятно-то? Ну, и что бы я доказал? Ну, оторвал голову Сейчас бы мы не сидели об этом Да, это... Ну, переломанный был человек Опять Если конфликт какой-то Вопрос Один что хочет? Просто самоутвердиться И слюни пускает тебе в лицо? Или что он хочет? У меня были такие случаи Хорошо Сейчас мы закончим видео Закрою я эту съемку Которая не нужна, оказывается, никому Женщины, женщины В итоге, да Мы так и... Не, мы много порассуждали На тему Нужное, легко Каждый остался при своем Голые чудаки в плане Это хороший канал Каждый искал свое мнение Вот это и есть хорошо Вот хотя бы ради этого Олег Стоит, допустим, сесть посидеть Не потому что Мы снимаем это видео для чего Да я снимаю, потому что Есть такая возможность Почему? Мне это легко И я считаю, что это нужно По крайней мере, мне Но он делает это постоянно И это не... Я снимаю это видео И кто хочет Я же никого не заставляю Смотрите мое видео Не хочешь, не смотри Я не знал Меня снимают Я не знал Я даже тебе ссылку не пришел На это видео Вот Кому понравилось Ничего не ставьте Кому не понравилось Тоже ничего не ставьте Не нужны нам ни лайки Ни отзывы Ни предложения Вот Сегодня Сегодня А завтра донаты Вот Не донаты Не нужны Я вам помню Хитрости орла Всем здоровья Сейчас мы выключим Потом хитрость расскажешь И воробьев И ворон И всех кого угодно Помнишь, как Туалетную бумагу Не помнит Газету Подожди Подожди